Смоленская АЭС На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 30 энергоблоков, в ремонте 8 энергоблоков. Фактическая мощность 25 990 мегаватт. Задание ФАС выполняется на 101,7%. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе 2 энергоблока номер 2, номер 3, суммарной мощностью 2060 мегаватт. Блок номер 1 в текущем ремонте с внутреактором контроля. 31 день ремонта. За 20 дней сентября энергоблоками Смоленской АЭС выработано 930 млн кВт-ч. С начала года выработка составила более 15,3 млрд кВт-ч. Сверхплана – 350 млн. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Завершился этап проектно-информированной партнерской проверки Всемирной ассоциации организаций эксплуатирующих атомные станции. Наблюдение за работой персонала блочных счетов управления Смоленской АЭС на полномасштабном тренажере. Наблюдения проводились по международной методологии, которая широко применяется на АЭС по всему миру. Их цель – оценить способность персонала оперативных смен БЩУ реагировать на имитированные отказы оборудования в различных режимах, качество процедур и документации, возможности полномасштабного тренажера и способности инструкторов моделировать режимы работы оборудования. Как рассказал советник Московского центра ВАО АЭС, руководитель команды СПО Семен Аксенов, с 2020 года проведение наблюдений за работой операторов БЩУ является обязательной частью партнерских проверок ВАО АЭС. Смоленская станция стала пилотной среди АЭС с реакторами РБМК в прохождении этого экзамена. В команду экспертов МЦ ВАО АЭС для наблюдений за работой операторов БЩУ вошли представители всех действующих атомных станций с типом РБМК – Курской, Ленинградской и Смоленской. Совместно с инструкторами УТП Смоленской АЭС они разработали два сценария проведения тренировок, которые вошли в режимы нормальной эксплуатации, нарушения нормальной эксплуатации, а также аварийные ситуации. Мы участвовали в систематизированных наблюдениях за работой персонала облачного счета в условиях длительных тренировок с наложением множественных скрытых отказов. Подобные розы тренировки новые для персонала – это трудные тренировки по тяжелым сценариям, что позволяло нам выявить и оценить базовые принципы работы операторов, выявить или увидеть потенциальные ошибки, ну и также сравнить, скажем так, уровень эксплуатации с стандартами высокого качества и с лучшими мировыми практиками. На итоговом совещании руководитель команды СПО Семён Аксёнов отметил открытость сотрудников Смоленской атомной станции, оперативное и полное предоставление необходимой информации, заинтересованность в сотрудничестве и конструктивное взаимодействие. «Очень понравилась работа с коллегами со Смоленской АЭС. Атмосфера была очень открытая, конструктивный диалог, только положительные эмоции». Руководство и персонал Смоленской АЭС высоко оценили формат проведения тренировок по международной методологии. В планах ввести её в программу обучение персонала БЩУ. «Это фактически новый этап развития в тренажёрных занятиях. Более высокий, более сложный, но отсюда и более полезный. Получим пользу со всех сторон, дадим результат сами себе в первую очередь, безопасности станции, умение революционно работать. Это очень хорошо». На Смоленской АЭС подведены итоги Дня охраны труда, прошедшего по теме нарядно-допускная система производства работ, подготовка к работе в зимних условиях, выполнение мероприятий по предупреждению распространения и защиты от коронавирусной инфекции. Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. «В сентябре месяце мы провели все мероприятия, запланированные в рамках административно-общественного контроля. Провели проверочные мероприятия по контролю за соблюдением требований охраны труда по инспекции ремонтной площадки. Все замечания выдаются в подразделения, организуется их своевременное устранение. Акцентом текущего месяца была подготовка к работе в осенне-зимний период и, безусловно, это контроль выполнения требований охраны труда при инспекции ремонтной площадки. У нас завершается ремонтная кампания на энергоблоке, поэтому акцент соблюдения требований безопасности при ремонте остается в зоне внимания». «Подведены итоги всероссийского конкурса по охране труда за 2019 год. Наш проект, представленный на данный конкурс, был признан лучшим. И награду мы получили диплом и золотую медаль, как организация, занятшая первое место». Рекордное количество спортсменов стали участниками забега атомных городов в Десногорске – 290 легкоатлетов, дети, взрослые ветераны. Спортивный праздник состоялся 18 сентября на стадионе «Атомтранс». Для любителей здорового образа жизни его организовал профсоюз Смоленской АЭС. Среди городов присутствия «Росатома» Десногорск одним из первых дал старт атомному забегу. «Проводим мы его в третий раз. Дистанция постепенно растет. Начинали мы 20-19, сейчас уже 20-25. Даже несмотря на такую погоду, люди идут, родители ведут детей, дети приходят сами пробежать. И вот судя по настроению и по настрою, я надеюсь, что все будет хорошо у нас». Стартовал атомный забег с марафона флагов. Яркие краски российского триколора, стяги Смоленской АЭС, Дистанции, профсоюзы работников атомной промышленности, атомспорта, Десногорска раскрасили стадион, зарядив праздничным настроением всех участников. Первыми олимпийскую дистанцию преодолели серебряные легкоатлеты – любители скандинавской ходьбы. Всего в программе соревнований был 21 забег. Состязания проводились отдельно среди мужчин, женщин, мальчиков и девочек. Все были разделены по возрастным категориям. Самому юному спортсмену – 6 лет, самому возрастному – 74 года. «Мне дистанция далась достаточно легко. Я тренируюсь, я бегаю давно, с 17-го года. И последние дни были хорошие качественные интенсивные тренировки, поэтому как-то так налегке пробежала. Спорт со мной всегда, вообще это уже как образ жизни, я не представляю себе, как можно без него. Постоянно езжу на какие-то забеги по городам, по России. Бегайте, присоединяйтесь, давайте бегать командами, сообществами. Очень хочется, чтобы было нас много. Когда бежишь плечом к плечу, это прям как-то окрыляет. Настроение улучшается, позитив и вообще по жизни помогает». Многие из участников забега пришли на соревнования с семьями. Дети громкими возгласами «Давай, вперёд!» поддерживали родителей, бабушек и дедушек. Те, в свою очередь, юных спортсменов. Малышей, мамы и папы даже сопровождали на протяжении всей дистанции, вдохновляя их к победе. «Мы сегодня пришли, как обычно, с семьёй поучаствовать. Семья Чивановых. И впервые взяли с собой сына, чтобы тоже поучаствовал. Мы уже отбежали, он ещё пока ждёт своего забега. Всё положительное, всё хорошо, классно, что столько народу». Все участники забега получили памятные сувениры. 63 победителя и призёра награждены медалями, дипломами и денежными призами. На этом наш выпуск завершён. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе «Смоленской АЭС» в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова